Продолжение следует... Это кастрюля. У неё есть ручки. Это стакан. У него есть дно и стеночки. Это ведро для мусора. У него есть ручка. Это скатерть. Скатерть делают из мягкой ткани. Это салфетки. Их делают из тонкой бумаги. Это плита. Она очень горячая, когда работает. Это блюдце. На него ставят чашку. Это графин. У него узкая горлышко, поэтому из него удобно наливать водичку в стакан. Это половник. У него длинная ручка. Это кран. Из него течёт водичка. Это хлебница. У неё есть донышко, стенки и дверца. Это банка. В ней хранят еду. Это дуршлаг. У него есть ручка. Это полотенце. Им вытирают посуду. Это венчик для взбивания. Его широкую часть опускают в еду и быстро перемешивают. Это термос. У него есть крышка. Это чашка. Она может быть большая или маленькая. Это шкаф. У него есть дверцы. Это веник. Он сделан из прутиков, которые связаны с одного края. Это совок. На его широкой части загнуты края, чтобы мусор не высыпался. Это кухонная доска. Она твёрдая. Это чайник. Он может быть маленьким или большим. Это миска. В неё кладут салат. Это стол. Сверху он ровный и гладкий. Это сахарница. На ней нарисован рисунок. Это вилка. Вилкой накалывают еду и кладут в ротик. Это мыло. Если его намочить, оно пенится. Это стул. Его делают из дерева. Это умывальник. В нём есть дырочка, чтобы туда вытекала водичка. Это сковорода. Она очень горячая, когда в ней готовят. Это поднос. На нём переносят посуду. Это мясорубка. Она твёрдая и сделана из железа. Это солонка. Из неё берут соль, когда нужно посолить еду. Это скалка. Она деревянная. Это ложка. Ложкой кушают суп или кашу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok